Друзья, а вы знали, что вот эти вот пушистики на вербе называются часто вербные котики? Я предлагаю вам интересную идею, как использовать их в рукоделии и заменить ими мех для создания игрушек. В качестве основы для создания игрушки я предлагаю взять пенопластовые яйца. Также вы можете сделать основу из обычной пищевой фольги, скомкав ее и придав нужную форму. Можно сделать из пищевой бумаги, обмотав нитками, но я вам покажу вариант с пенопластовым яйцом. Наверняка перед Пасхой вы видели такие яйца в продаже в рукодельных магазинах. Туловище нашей игрушки из растительного, так сказать, меха будет в форме яичка. Можно ножом сделать аккуратный срез. Ножом делаем аккуратный срез по возможности и смотрим, как стоит наше яичко. Вот у меня уверенно стоит. Сразу скажу, что вот эту вот часть нам нужно будет потом декорировать каким-нибудь фетром, какой-нибудь тканью, в принципе, чем угодно. Можно даже шерстью для валяния. Теперь берем пучок вербы. Я собирала ее сутки назад и дала немножко подсохнуть. Именно такой материал и нужно использовать в работе. Она еще не хрупкая, но уже не влажная, а значит будет хорошо клеиться. Отрываем или отрезаем от веточки вот эту вот вербную махнушку. И будем закреплять сверху вниз рядами. Для этого у меня есть клеевой пистолет, но сначала я заготовлю этих вот своих меховушек. Положу их в тарелочку, второе яичко нам тоже потребуется. Так, берем пушистики, берем клеевой пистолет и закрепляем первый ряд. Я делаю вот так вот сразу полосочку и закрепляю вербные котики на яйце. Вот таким получился первый ряд котиков. Прямо его хорошо прижимаем. И дальше будем клеить по одному за раз. Следующим образом. Берем вот эту вот меховушечку. Небольшую каплю клея наносим. И размещаем нашу меховушечку в шахматном порядке с предыдущим рядом. Вот так, чтобы они плотненько-плотненько легли друг к другу. Должен получиться такой ровный-ровный покров из вербных котиков. Таким образом заклеиваем, проходимся по всему яичку. Ну вот, я обклеила яичко. Здесь специально оставила пустым место. Если много клея не наливать, то получится очень аккуратно. Теперь нужно закрыть донышко. Для этого я предлагаю взять какую-нибудь плотную ткань, фетр, все что угодно. Думаю, будете в самый раз. Примеряем. Да, вот видите, и закрываются все вот эти вот попки, которые нам помешают. Вот, берем клей прямо по вот этим вот вербным котикам. Наливаем и аккуратно прижимаем. Донышко готово. Сейчас будем делать хвостик. Приглаживаем котики. Прямо поверх вот этих вот котиков наносим небольшую полосочку клея сначала. Я выбрала самые-самые большие пушистики. Видите, такие крупненькие. Отложила в стороночку, чтобы сделать хвостик. Один, следом другой. Сейчас будет размещен. Все такие крупненькие. Один за другим. Прямо по низу, вдоль границы к ткани приклеены. Аккуратно, чтобы клея не было видно. Вот так формируем хвостик. Еще, мне кажется, нужно парочку, чтобы получилось вот так. Это будет у нас нижняя часть и хвостик. Сейчас переходим к голове. У нас осталось еще одно яичко, из которого мы будем делать голову. Смотрите, вот таким образом. Но только голову нам нужно немножечко исправить. Вот такой вот шарик. И сейчас мы его будем тоже обклеивать. Берем веточку вот эту вот и находим сейчас небольшой пушистик. Вот такой примерно. И закрепляем его на макушке. Пускай будет круглая вот эта вот макушка. И мы закрепляем здесь вот так вот первый котик. Здесь у нас не было необходимости закрывать полностью пенопласт. А здесь такая необходимость есть. И дальше уже обклеиваем, как и первую заготовку, вклеиваем вторую. Также по кругу. Вот два ряда я прошла, видите, в шахматном порядке. И сейчас буду закрывать новыми рядами, чтобы заготовка полностью покрылась вербными котиками, как и предыдущие. Вот у меня получился такой шарик, похожий на артишок, который мне нужно закрепить теперь на предыдущей детали. Доносим сюда горячий клей на сами вот эти вот котики. Ищем самую аккуратную сторону, чтобы она была лицевой. И как следует прижимаем. Смотрите, какая красота получилась. Осталось нам сделать ушки. Ушки могут быть как кроличьи, вот такие вот большие, так и кошачьи. Кроликов я уже делала много-много раз, а вот котиков из вербных котиков я не делала ни разу. Поэтому сегодня из этой заготовки у меня должен получиться котенок. Я беру плотный фетр. Вы можете взять фомиран, можете взять картон, все что угодно. И вырезаю из него такие вот треугольнички. Вот так вот будут закреплены ушки. Кстати, можно просто приклеить фетровые ушки, но у меня есть идея эти ушки тоже обклеить котиками. Для этого мне потребуются опять же самые крупные. И сначала вот сюда сразу намажу клеем. Посмотрю, сколько у меня сюда влезет котиков. Я думаю, что парочка. Вот. Три котика. Заняли мое ушко и теперь мне нужно по бокам приклеить по два больших. и формирую ушко. Вот у меня такие ушки получились. Я обклеила фетр. Теперь мне нужно немножечко их срезать. Ушки прямо с котиками срезаю. Вот, чтобы получились такие уголочки. И второе. Вот. Так аккуратненько получилось. Теперь нам надо сделать мордашку. Ее вы можете сделать, приклеив такие вот кружочки фетра, носик и глазки. Но я предлагаю опять же сделать это все из вербных котиков, разместив их в форме вот таких вот кружочков. Можно сразу просто сюда отправить клей и здесь уже прямо на месте формировать мордашку. Вот так вот. Я думаю, что здесь будет не лишним еще и третье к пуховочкам. Вот сюда можно ее прям поместить под них. Да, мне по форме нравится из трех котиков. Здесь нужно подбородочек сделать. Для этого берем вот такой вот котик и отрезаем у него верхнюю часть. Вот эту. Точнее убираем попку. Оставляем только маленькую вот такую вот штучку. И приклеиваем сюда вот в качестве подбородочка. Все приглаживаем, прижимаем как следует. Сейчас приклеим носик, глазки и уже, можно сказать, наша подделка из растительного эко-меха будет готова. Мне кажется, кошечки подойдут вот такие вот зеленые глазки. Серый кот зелеными глазами будет здорово смотреться. А вместо носа можно использовать бусинку или можно вырезать розовый носик из фетра. Кому как больше нравится. Второй. И приклеим нос бусинкой. Я когда приклеила все на место, носик и глазки, мне показалось, что вот эти вот щечки, смотрите поближе, они очень аккуратно смотрятся. Хочется сюда дополнить еще один пушистик. и вот так аккуратно приклеиваем. Вот смотрите, сразу другое дело. Сразу намного аккуратнее выглядит. Намного милее, мне кажется, щечки объемные, смотрятся намного лучше. Простая подделка, экологичная, хранится долго. Проверено. Мой первый кролик хранится уже, наверное, четвертый год. С ним ничего не случилось. Для прочности можно сбрызнуть лаком для волос. Мне кажется, очень классный сувенир на Пасху. Или просто поставить его себе на полочку и любоваться. Музыка. 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 Продолжение следует...